Добрый вечер, дорогие друзья! Вновь в эфире передача «Просто о вере» и я ее ведущий священник Сергий Рыбаков. Сегодня мы завершаем небольшой цикл встреч наших передач, посвященных богословию юмора. Тема сложная, тема трудная и тема не разработанная практически в православном богословии. Смеялся ли Христос? Можно ли смеяться православному христианину? Каковы пределы этого смеха? Допустим ли вообще как таковой юмор? Является ли это признаком действительно высокого ума или это всегда какая-то низкая планка? Вот мы об этом, обо всем говорим с философом и священником отцом Сергием Кредичем. Здравствуйте, батюшка! И снова здравствуйте, отченька! Мы в прошлый раз закончили на теме шуток... Смеялся ли Господь? Да, воспитательного юмора. И монорельса. Монорельс очень. Это очень важный образ. Хорошо, тогда я предлагаю без лишних вступлений, может быть, с этого образа-то и начать. Потому что мы поставили многоточие, как всегда, мастерам словесного жанра не хватает времени, мы не все успели в прошлый раз обсудить и договорить до точки. Но, с другой стороны, мы же верим в наших зрителей, которые, получая темы для размышлений, легко их разобьют и примерят. Да, в течение этой недели они читали все необходимые книги вокруг этой темы. И «Премудрость Сирахова» и «Пророка Захарии» всегда лежит на тумбочке. А тот, кто засмеялся, потому что подумал, что это ирония, тот согрешит. Аминь. Давайте продолжим наш разговор. Сегодня у нас, наверное, мы третью нашу передачу, третью встречу построим вокруг неудобного богословия. Опять же, ввиду того, что это богословие в православии не разработано, так, чтобы Вселенский собор, так, чтобы конкретно догматами было бы это все закреплено, это пространство остается расчищенным и свободным для алгуменов, для частных богословских каких-то замечаний. И где-то кто-то из богословов перегибает палку, из философа богословов, ну, например, тот же Умберто Эка, который очень четко поставил точку на вопросе, превратив это в утверждение, что Христос не смеялся, и, соответственно, от этого... Но при этом Эка, вроде бы, как был неверующим человеком. Агностик. То есть, вроде бы, для него существует некое начало, известный, кстати говоря, замечательный его диалог, книжка была выпущена... — Продиналом Мартини. — Да-да-да, о вере и неверии. Вот, поэтому я думаю, что абсолютным атеистом и неверующим его назвать нельзя, он бы сам, думаю, против этого выступил. Но он против религиозных агилостей в религии, да, которая претендует на то, чтобы вот узурпировать истину и сказать, что только мы ей и обладаем. Ну, например, в одной из наших прошлых передач мы вспомнили Василия Розного. — Самый первый, собственно. — Да, у него очень интересное ведь богословие, его заклеймили все, его отвергают ортодоксы очень жестко, говоря, что это вообще какой-то еретик, язычник и так далее. Лосев его называл половых дел философом, вот. А при этом у него есть очень интересное замечание на тему того, что у него, правда, отношение ко Христу своеобразное. — Люди лунного света, христиане. — Да, вот, а Христос, соответственно, у него выступает в роли, то есть это Сын Божий, который заслонил с собой мир. По мысли Розанова, у Бога Отца есть два Сына. Сын Мир, о котором мы читаем в Ветхом Завете, и там очень много веселья и радости, говорит Розанов, поэтому, да, то есть... — Ну, главным образом, в половом вопросе, что всего биография Розанова тревожила. — Да, в Новом Завете приходит второй Сын по мысли Розанова, это Христос, и он собой заслоняет мир. Поэтому мы в Евангелии не видим, говорит Розанов, что можно смеяться, что наоборот, накладывается некая санкция на все человеческое, слишком человеческое. Вот, никаких проявлений человечности быть не должно, так велит нам Христос. Но вот мы уже в прошлой нашей передаче сумели опровергнуть этот факт, потому что Розанов не учитывает одной простой вещи, что Христос — это тот, кем творится мир. Вот, и, соответственно, основы и веселья, и радости, и ликования им же, Христом, в этот мир закладываются. Впрочем, я опять долго вступаю. — Да, не чуть. — Давайте мы с вами сегодня оттолкнемся от образа, на котором остановились, про монорельс, вот, и потом перейдем вот к тем богословским каким-то веяниям, современным нам, которые вокруг это вопросы божественного юмора, божественного смеха. — И вообще юмора в христианской традиции. — Юмора в христианской, да, строится. — Ну, во-первых, тут следует сказать несколько слов о разделении на, как сказать, богословские подходы, если угодно. То есть вот прямо сейчас, прямо в наше время мы наблюдаем такую, как сказать, не то чтобы молчаливую дискуссию, но, опять же, если вы понимаете, о чем я, некое разделение между преподавателями духовных школ. То есть одни говорят о том, что богословие — вещь серьезная, и в богословии недопустимы вещи несерьезные. И, соответственно, семинарист должен писать диплом по Евсевию Кисарийскому, по Иоанну Златоустому, но ни в коем случае не по, ну, там, я не знаю, какому-нибудь Льюису и Честертону или Агате Кристика. — И в этом есть здравые вещи, потому что все-таки, заметим, да, и Христос, и Иоанн Креститель начинают свою проповедь с одного и того же, приблизилось Царствие Небесное, и тот, и другой. Только один не ест, не пьет, и вообще вот аскет и пустынник, второй с мотарями, с грешниками, опять же, вкушает и в дома их ходит, и вообще ведет себя неправильно, и ученики его не постятся. То есть вот как с миром не заигрывай, ставь скамейки в храмах, делай мессу в костюмах Гарри Поттера, организовывай туристический клуб при храме и концерты в трапезной. Все равно осудят. И наоборот, говори, что все грех, пьешь кофе или чай, спасение не чай, кто ест лук Богородицы не друг, и, в общем, только натуральное. И если бы Господь хотел, чтобы у нас были разноцветные рубашки, то и овечек он бы создал сразу вот в расцветках Армании, Гуччи и вот прям вот все вот это вот. То, что он же всемогущ, но раз он такое сделал, то, значит, мы не должны отклоняться. А с другой стороны, есть тоже такие преподаватели, которые говорят, что, ну, понимаете, тогда это будет шагренивая кожа. Если мы будем писать тысячный диплом на тему того гипотеза, а правы ли Ариане? Выводы после проведенного исследования стало очевидным, что Ариане неправы. Какая свежая мысль, главное, какая интрига. А вот взять и дать православную оценку, ведь именно это, как когда мы говорили о священнике, о его служении, ведь в том числе и этого ждет народ от священника, что он постоянно должен дать экспертизу. А грех ли читать Гарри Поттера? Ну, то есть, получается, если мы доведем это до предела, то семинарист, который готовится сдавать на квалификацию, он берет Библию, он берет отцов, он берет текст Гарри Поттера, и он его читает и дает ему оценку. Ну, потому что, действительно, слишком много для Гарри Поттера чести, чтобы церковь собирала собор. И, опять же, детектив, как легкий жанр. Грешно ли про Шерлока Холмса? Душеспасительно? Нет, грешно. Телевизор смотреть, голову мыть, одежду стирать и так далее. То есть, получается, что вот эта вот вторая, гораздо менее многочисленная группа, говорит о том, что мы должны идти в мир, и если в интернете, например, не будет православных, вот таких укорененных, то, к примеру, там будут злые сатанисты. Я, конечно, нутрирую, но там будут все, кроме православных. И вот тут богословие как раз находится в такой двоякой ситуации. С одной стороны, писать про Василия Великого действительно святого, и давайте не будем здесь иронизировать, хорошо бы, чтобы каждый из ныне практикующих православных прочитал все, что есть на русском языке, переведенного из Василия Великого, вне всякого сомнения. То есть, это база, без которой нельзя. Но, с другой стороны, а как быть с техническим прогрессом? Его же надо осмыслить. Ну, и вот, соответственно, тема смеха, она вот такая пограничная, потому что писать диплом об осмыслении смеха в православной традиции – это риск. То есть, а что, если комиссии не понравятся, а что, если проверяющим не понравятся, а что, если кто-нибудь спросит, да, как бы чего не вышло. То есть, вот что, вы всех святых отцов прочитали, молодой человек, вы все глубины и Александрийской, и Антиохийской экзегес постигли, и так далее. Вдруг оказывается, что вот, что же делал. И в качестве, ну, такого тренажера для применения вот того, что было сказано на предыдущей и первой программе, я бы предложил работу Хуга Раннера «Играющий человек». То есть, это католик, не играющий человек, а Хуга Раннер. Потому что есть Карл Раннер, это его более знаменитый брат, богослов-модернист, участвовавший в работе Второго Ватиканского собора, если кто понимает. Ну, то есть, вот, богослов, который попытался рассмотреть тему смеха. И, соответственно, вот какую же структуру он в этой небольшой брошюре предлагает нам. Значит, «Играющий бог», покатайте в черепе. Следующая глава «Играющий человек», потом «Играющая церковь», и, наконец, все это завершается, «Небесный танец игра». То есть, как, что, да как вы смеете, да немедленно прекратите, да куда вы вообще влезли, и так далее. Но он, во-первых, указывает на основание в Писании, то есть, то, что мы процитировали из книги «Премудрости» Иисуса Сына Сирахова, там, вот, пророка Захария, Исаака и Ревека, кстати, да, то есть, получается, терпение и улыбка играют друг с другом. И тоже вот хотелось бы сразу заклеймить и перед прочтением сжечь, но раз уж мы начали читать, там есть замечательное, что у Григория Назианзина, то есть, у Григория Богослова, всего три богослова удостоились такого высокого наименования. Иоанн, Григорий и Симеон Новый. И отмахнуться нельзя. И Григорий Богослов пишет, что человек – это божественная игра. То есть, как же так? А на самом деле это вот та самая избыточность. То есть, и мир – не необходимость. Ну, и человек в мире также не является чем-то необходимым, также не является чем-то вот рационально обусловленным, а чего ради было создавать вот такую странную зверушку, которая и не животная, и не ангел. И, с другой стороны, как она себя поведет, эта самая зверушка, тоже непонятно. И в священном тексте, вот книге «Бытия», где мы читаем, что весь мир творится как гигантское произведение искусства, и Господь как бы останавливается. И вот тот самый предвечный совет – творить человек или не творить. Потому что вот все прекрасно, все хорошо. И вот просто введение вот этого, вот этого, вот этого, вот этого игрового элемента, хотя, заметьте, вот этот вот игровой элемент, и немедленно прилетает мне вопрос неудобный, а играет ли Бог в кости? То есть, ему самому неведомо, какая комбинация выпадет, или он все-таки знает, и вот как? И, с одной стороны, мы знаем, что все кончится антихристом, а с другой стороны, как же хорошо и как интересно, и как же потрясающе. И вот, смотрите, у нас есть Писание, у нас есть Святые Отцы с Григорием Богословным. Человек – это божественная игра. И вот что теперь? Вырвать эту страницу и сжечь, просто потому, что мы ее не поняли, просто потому, что мы не можем поместить ее в нашу картину мира, или вдруг все-таки вот чувство юмора есть и у Господа, и он порой иногда может пошутить. Что? Господь Бог будет шутить? Но, простите, над этим же иронизирует и Гаша, когда он пишет, что вот это вот императорская штаб-квартира Бога. То есть, со всем почтением, со всем уважением, в табеля рангах, наивысшим, что это Господь. Конечно же, у него есть штаб-квартира, у государя-императора есть штаб-квартира. Вы что, думаете, у Бога нет штаб-квартиры? Ну и в итоге получается, что вот как монорельсовые фарисеи, вот хорошо бы, чтобы Господь укладывался и существовал в штаб-квартире. В спальне Господа Бога, значит, завтрак для Господа Бога, полевая кухня Господа Бога и так далее. И вот это очень, на самом деле, глубокая мысль. То есть, я понимаю, что Гашика мы не будем записывать в верующие люди, и он, в общем-то, иронизировал, как раз-таки сарказмировал. Но в некоторых своих моментах он набрел на то, что потом гораздо более академично и философски выразит Мамардашвили, который говорит, а не задумывались ли вы, что вот человеку очень удобно, чтобы Господь был прибит к кресту? Как же хорошо. То есть, вот это церковь, это пространство, здесь есть распятие. И главное, Господь надежно зафиксирован четырьмя гвоздями. И вот мы пришли, значит, выразили свое отношение, что-то сказали, за что-то поблагодарили, вышли. Но ведь Господь на кресте-то не остается, и в том и ужас. Он раз и в ад спустился, раз воскрес, и приходит, а его не узнают. То есть, это очень неудобно, когда Господь может быть на улице, может быть прямо здесь, сейчас. Но нам не до нас, как, собственно, вот с гадаринскими бесноватыми. Да, свиное стадо бросилось в море и утопилось, и жители пришли, и вместо того, чтобы порадоваться, да, то есть вот это вот слишком серьезное отношение, порадоваться, что Господь посетил. Они посчитали, сколько сала и сколько стейков можно было бы продать, и они сейчас все записаны в убытки. То есть, у них перед глазами тетрадь, доходы, расходы, а тут Господь, и Господи, уйди, и Господь уходит. Тоже очень важный момент, что Господь милосерден даже к бесам, которые просят, не посылая нас в бездну, пошли у нас, например, в стадо свиней. И там тоже, кстати, не удерживаются, потому что это очень нерациональное поведение, да, то есть с точки зрения чистого разума, представьте себе, ну, 70-80 хрюшек одержимых. Они могли бы держать в страхе все соседние деревни, и как бы даже войска не пришлось вводить, потому что кабаны, ходящие строем и руководимые духами злоба поднебесной, это же страшно на самом деле. Но тут демоны тоже не выдерживают, и вот настолько чудовищная и велика их ненависть к жизни, что они топят этих хрюшек, не извлекая никакой, даже вот делу зла, никакого прибытка не приобретая, они ввергают хрюшек в море. И, соответственно, вот что же просят люди? Господи, уйди. И вот это тоже очень важный момент. Именно чувство юмора помогает возвыситься на ситуации и увидеть Бога вот в обыденных моментах, где мы Бога, как бы сказать, не ждем его найти. То есть вот мы приходим к профессионалам, чтобы они нас насмешили, чтобы они нам предложили темы для размышлений, а вот если у нас есть чувство юмора, то мы видим в каждой частичке творения нечто божественное. Ну что может быть прозаичнее в подсолнухах? А приходит вот тот самый художник, который рисует эти самые подсолнухи, и все говорят, какое великолепие, это же подсолнухи. И это радость, это умение увидеть то самое, что, к примеру, в новом времени, если не путаю, Паскаль сказал, что если вы правильно ребенку воспитаете, дадите ему хорошее образование, то лекции по богословию ему сможет читать каждый цветок. Ну, то есть вот опять же... Красиво. Ах, хорошо сказано. Да, поэтично. То есть в этом плане действительно вот приношение логоса, словесное приношение, это настоящее творчество, потому что, что бы мы ни делали из подручных материалов, Господь уже создал землю, Господь уже создал глину, Господь создал золотую и серебряную руду. То есть что бы мы ни взяли, это вторично, а вот настоящее творчество, это как раз взять и придумать что-то новое в области слова. То есть словом сотворить мир, это же здорово, да? То есть почему Пушкин гений? Потому что он умудряется за минимальное количество слов создать целую картину. Вот все-таки хочется продолжить тему именно, потому что не так много времени, а хочется просто интересно послушать, что еще пишет Раннер про... Какие новые смыслы он может породить в теме божественного юмора? Потому что вот у нас есть фразочки-то, мы их так бросаем. Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Вот Господь смеется или не смеется все-таки? И что предполагает этот смех, божественный смех? Господь не хохочет и не хихикает, но Господь радуется, когда Он делится творением, и когда Он предлагает человеку возможность творить, и человек этой возможностью пользуется правильно. Вот тогда это то, что воплощает замысел Бога о себе. И в этом плане, повторюсь, невозможно исполнить замысел Бога о себе, не развив все грани человеческой природы. В этом случае и юмор может быть действительно, если угодно, и способом проповеди. Когда, например, митрополита Филарета Московского упрекают в том, что он ездит в бричке, потому что Господь с апостолами-то пешком ходили. Говорит, ну а вот если бы и мои посомы тоже, как рыбаки, рыбу ловили, а так вот я только в бричке за ними и угнаться-то могу. То есть или то же самое, как тот же Филарет Дроздов принимает экзамены, посетил семинарию с инспекцией внезапной, и вот экзамены, и он заходит и присутствует как член комиссии. И задает один и тот же вопрос, а как вы думаете спастись? И один, значит, такой умудренный, уже опытный такой, с византийским типом мышления, соискатель высокого звания воспитанника семинария, говорит, я думаю спастись своим смирением. И, конечно же, не сдал. Потом входит следующий, а как вы думаете спастись? Вашими святыми молитвами. И тоже не сдал. И тот, который сказал, я думаю спастись страданиями христовыми, вот тому владыка поставил высший балл. То есть это юмор, юмор, это в то же время проповедь, в то же время проповедь. И это умение подняться над ситуацией. Кстати говоря, вот вы сейчас рассказывали, я вспомнил, что вот этот юмор, который воспитывает, то есть такая воспитательная функция юмора, христом используется в притчах. Да. Вот. Например, ну просто этот юмор слишком высокого порядка. Опять же, мы вновь должны прояснить, что мы сейчас употребляем слово юмор не в значении какой-нибудь пошловатой. Что пошловатая какая-то реприза там и так далее. Или анекдотец какой-то ниже плинтуса сальный рассказан. Кстати говоря, у американцев есть замечательная фраза, когда там дети, например, вдруг ругнутся каким-то словом, иди помой рот с мылом. То есть вот действительно есть шутки, от которых хочется отмыться, и после них нужно очень хорошо ротовую полость помыть, потому что они оскверняют человека. Но вот Господь использует юмор в воспитательных целях, в таких педагогических целях, когда рассказывает притчи. Вот, например, притча о Самарянине, на мой взгляд, там есть вот этот вот тонкий юмор, очень тонкий, который, кстати говоря, очень похож на тот прием, который используется в хороших детективах. Когда ты читаешь детектив, ты думаешь, этот убийца или этот убийца, этот убийца или этот убийца. И тут раз вообще это какой-то совершенно неожиданный третий персонаж. Но вот Господь рассказывает притчу, священник прошел, левит прошел. Сознание обывателя, того еврея, который слушал эту притчу, подсказывает, ну, следующий должен пройти обычный еврей, мирянин. А тут раз и Самарянин. Ну, закон анекдота. Да. Это вообще какой-то человек, это отребье, это гой, это человек, который ниже человеческого достоинства. Вот он вдруг становится героем, условно говоря, вот в этой притче. Или, опять же, юноша-то серьезный вопрос задает, вопрос Агиласта, да, кто ближний мой. Христос берет и разворачивает и говорит, а кому ты ближний через эту притчу о милосердном Самарянине? Потому что заканчивается она как раз не ответом, что вот этот бедный человек избитый является тебе ближним, и ты ему должен помогать. А, собственно, кто ближний этому человеку, впадшему в разбойники? Вот Самарянин, тот, который оказал ему милость. Так иди и поступай так же. Раз это... Избитого найти? И так, чтобы еще прошли сначала священника, потом левит? Ну, по-хорошему-то да, давайте сделаем тот же эксперимент. Чтобы был избитый, двое прошли, и тут я. Вот я поступлю точно так же, да. И вот это как раз то, что Господь возвышается над ситуацией. Он постоянно ломает эти самые стереотипы. Но при этом так, чтобы пострадавших не находится. Когда подходит и скажи нам, а Господь говорит, я скажу, если вы мне скажете. Ну, то есть отвечать вопросом на вопрос. А вот, вот, пожалуйста. И Господь делает так, что... Или это пилатовское. Ты ли царь иудейский? Ты сказал. Да. И раз, и Пилат оказывается в ситуации, когда он публично объявил, что Христос... Ну, не публично, вернее, а для себя самого, да. Ну, та самая смена контекста, да, когда, вот, знаете... Ну, это же юмор, это же такая... Хорошо, уберем слово юмор. Правда, и Родину продали. Есть труд за три копейки. Вот мы плавно закольцовываем, да. А что говорит раннер про играющую церковь? Мне вот очень интересно. Ну, что церковь, она должна... Вот, это брачная метафора. То есть все начинается вот с того самого Ситсхака и Ревеки, когда улыбка и терпение играют друг с другом. И церковь — это невеста, которая ждет жениха. И она ждет не ради богословской конференции, не ради игры в шахматы, не ради совместного изучения Писания. Хотя, действительно, вот если Господь вернется, как было бы хорошо спросить, Господи, вот тут у нас случились соборы и даже несколько сожжений. Вот тут все-таки как надо трактовать-то? Но, тем не менее, Господь придет, и Он сам говорит, и в тот день вы увидите меня снова, и вы не спросите меня ни о чем. Вот там еще между ними и радости ваши никто не отнимет у вас, и вы не спросите меня ни о чем. И вот тут, опять же, вот хорошо было бы заклеймить сейчас католикой и сказать, но мы не католики, поэтому хорошо, что мы с вами вот здесь в программе просто оверим. Но, тем не менее, вот, пожалуйста, Максим Исповедник разворачивает целую мистику божественной игры. На этой, может быть, высочайшей вершине греческого богословия, играющего Бога, становится ясно, что должно понимать под этим образом, а именно, что творение мира и создание человека — это дела целесообразные, но непринужденно свободные, формирующие любви. То есть что такое игра? Игра, она предполагает, с одной стороны, правила заданные какие-то, так что без правил игры невозможно, но, с другой стороны, она предполагает и свободу, то есть применение этих правил. То есть, с одной стороны, шахматы — это вот жестко, что нельзя ходить иначе, кроме как вот, но, с другой стороны, какая же обширнейшая такая возможность перебора комбинаций открывается и вот применение неожиданных ходов, как же все здорово происходит. То есть в этом плане действительно церковь, она в том числе и рискует. То есть всячески вот в этом плане это всегда риск. Миссионер всегда сознательно ставит себя в такую пограничную ситуацию, когда он находится, во-первых, в уязвимой позиции, это ему надо, чтобы его услышали. То есть это не продавец айфонов, который говорит, что у меня всего 10, и тех, кому не хватит, сам виноват. А это тот, который говорит, что вот я пришел сказать вам о Боге, и это нужно мне, потому что, заметим, это не Господь сказал язычникам горе вам, которые не крестились, а это Господь сказал апостолам, шедше научите. И вот церковь всегда в ситуации риска, и это в ситуации игры. Не театральные игры, не игры в казино на деньги, не игры в казаки и разбойники, а игры, вот когда есть ставка, да, то есть вот великая ценность, которую нужно приобрести. Но с другой стороны, это и риск. И, заметим, есть в Евангелии притча про купца, который странно выглядит, потому что он продал все имение и все свои деньги вложил, чтобы купить одно поле. Очень нерациональное поведение, очень. Но с другой стороны, это вот тот самый момент игры, да, когда человек может пренебречь и разуму. Вот это тоже очень важный момент. Отец Сергий, ну и на сегодня тоже время, к сожалению, наша передача подходит к концу. Резюмировать хочется весь, как бы, цикл наших встреч тем, что, ну вот, знаете, у детей есть иногда, они иногда бывают очень жестокими, и такие жестокие иногда у них бывают игры, они там, не знаю, поймают шмеля, вот, и начинают его там как-то какие-то операции хирургические над ним проводить, там, засовывают его в коробок, там, еще что-то, в результате шмель умирает. Мне хочется надеяться, что мы, как вот этого шмеля, или там, не знаю, кузнечика, или муху, или лягушку, юмор не поймали, не препарировали, не убили его. Невозможно заключить солнечную лыжу в бутылку, так что все с юмором в порядке. Вот, я надеюсь, что мы смогли донести важное, что вот это вот живая, вернее, лучше так сказать, что наличие юмора, наличие самоиронии, наличие способности ликовать и веселиться, это, в общем-то, способность, позиция, при которой начинаются живые отношения с живым богом, и наличие этих способностей говорит о том, что мы живы. И через эту способность живо откликаться на Слово Божие, живо откликаться на его, и в том числе, заповеди, и живо откликаться на, и удивляться, глядя на парадоксы какие-то этого сущего, этого мира, будет свидетельствовать о том, что мы будем способны и слышать, и откликаться на Зов Божий. Ну, вот, мне кажется, как-то так. Мы не ответили напрямую на вопрос, смеялся ли Христос, на него, в общем-то, и невозможно ответить, в Евангелии об этом не сказано. В протоколах это не зафиксировано. Но что он использовал юмор как инструмент. Вне всякого смысла. Вне всякого смысла. Даже по тем крупицам, что он нас нашел. Спасибо большое вам. Спасибо вам, дорогие наши зрители, что были с нами. До скорых встреч. Храни всех вас Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова